Друзья, всем большой привет! С вами как всегда Юля и вы смотрите канал SimpleFood. Сегодня вас ждут невероятно вкусные и безумно простые рецепты. Приготовите вы их просто за считанные минуты из простых и доступных продуктов. А подать такие вкусняшки можно запросто и на праздничный стол. Предлагаю сделать самые вкусные начинки для лаваша. Вкусно так, что за уши не оттащишь. Я просто уверена, что после этого видео вы будете готовить такие лакомства каждый день. Это очень вкусно и невероятно просто. Так что сразу подписывайтесь на канал, чтобы не потерять это видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых и интересных рецептов. Для первого рецепта нам нужно мелко нарезать молодую капусту. Отправляем нарезанную капусту в глубокую емкость, в которой будем смешивать все остальные ингредиенты. Теперь нарезаем ветчину. Можно также использовать любое запеченное мясо. Но мне больше нравится немного копченого в этом рецепте. Режем на небольшие квадратики и тоже отправляем в емкость. Далее нарезаем соленый огурец. Отлично подойдут молодые малосольные огурчики или маринованные. Тоже делаем небольшими кусочками. Отправляем к остальным ингредиентам. Теперь берем чеснок. Мне понадобится 2-3 зубчика. Мелко нарезаем ножом и отправляем к остальным ингредиентам. На крупную терку натираем плавленый сыр и тоже отправляем в емкость. Заранее отваренные яйца тоже мелко нарезаем. И туда же отправляем. Теперь осталось заправить нашу начинку. Можно использовать майонез. Но я очень люблю другую заправку, которая в сочетании с этой начинкой просто великолепна. Кладем пару ложечек сметаны, немного горчицы, соль и перец по вкусу. Хорошо все перемешиваем. От майонеза вы этот соус ну точно вообще не отличите. Проверено не один раз. Ну а если очень хочется все-таки майонез, тогда рекомендую посмотреть рецепт на моем канале. Это настоящий домашний майонез, который вы сделаете всего за пару минут. Ссылочку я обязательно оставлю в описании под этим видео. Наша начинка готова. Выкладываем все на лаваш и равномерно распределяем. Аккуратно сворачиваем рулет. Выкладываем рулет на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Готовый лаваш нарезаем на порционные кусочки и выкладываем на блюдо. Вкусный, безумно ароматный, с сочной начинкой. Это отличный вариант как для закуски, так и для полноценного обеда или ужина. Или даже для праздничного стола. Очень рекомендую приготовить. Вкусно, быстро и абсолютно не сложно. А теперь приготовим второй рецепт. Для начала нарежем отварное куриное филе на небольшие кусочки, чтобы было удобно сложить его в чашу блендера. Теперь нам нужно очень хорошо измельчить филе в блендере. Высыпаем измельченное мясо в емкость. Натираем сыр на крупную терку и добавляем к филе. И осталось заправить. Вы можете использовать майонез, но я использую свой любимый соус. Сметана, горчица, соль и перец. Все хорошо перемешиваем. Начинка готова. Накладываем начинку на лаваш и равномерно распределяем. Накрываем сверху еще одним листом лаваша. Выкладываем вторую половину начинки и снова накрываем еще одним листом. Скручиваем рулет и даем ему пропитаться минут 10. Теперь нарезаем рулет на порционные кусочки шириной 3-4 см. На разогретую сковородку наливаем немного растительного масла и выкладываем кусочки срезом вниз. Обжариваем с двух сторон до золотистого цвета. Как вам такой вариант сытного завтрака, например? Как по мне, это просто отличный вариант. Жду ваши отзывы в комментариях. Нежное, сочное мясо с сыром под хрустящей корочкой лаваша. Это великолепно! А теперь вас ждет третий рецепт. Он, наверное, самый простой и очень вкусный. Эту закуску я всегда готовлю в сезон свежей зелени. Нам понадобится творог. Я беру пастообразный, но можно и обычный. Перетереть через мелкое сито или измельчить блендером. Нарезаем мелко укроп или любую другую любимую зелень. Добавляем зелень к творогу. Далее нам понадобится несколько огурцов. Чтобы сделать вкус нежнее, я обязательно чищу кожицу. Огурцы натираем на мелкой терке. В такую закуску я обычно добавляю чеснок. Берите на свой вкус. Я люблю использовать 2-3 зубчика. Мелко нарезаю и отправляю в творог. Заправляем нашу начинку сметаной. Солим по вкусу и хорошо все перемешиваем. Все, наша начинка готова. Выкладываем ее на лаваш. Равномерно распределяем и скручиваем рулет. Даем рулету немного пропитаться. Достаточно минут 10. Тогда рулет будет удобно нарезать на порционные кусочки. Когда рулет настоялся, нарезаем его на небольшие кусочки. И выкладываем на блюдо для подачи. Как же это вкусно! Стоит один раз приготовить, чтобы навсегда влюбиться в эти начинки. Самое главное, что все готовится быстро, просто и из доступных продуктов. Надеюсь, что вам понравились мои рецепты начинок для лаваша. И видео было интересным. Если так, тогда ставьте лайк. Мне будет очень приятно. Присылайте ваши фотоотчеты в инстаграм, когда готовите по моим рецептам. И не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями. С нетерпением буду ждать ваши отзывы в комментариях. Какая начинка вам понравилась больше? Я вот никак не могу выбрать. И делаю постоянно все. Уж очень вкусно! Я желаю вам приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! И пока-пока!